МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Гений, способный придумывать и создавать". Так современники отзывались об Александре Бородине, создателе школы отечественного паровозостроения. Талантливый механик и увлеченный изобретатель Бородин создал первый в мире испытательный центр для локомотивов, изобрел быстроходный паровоз и уникальную лабораторию на колесах. В 70-х годах 19 века на российских железных дорогах работало не менее тысячи отечественных локомотивов. Но многие из них были несовершенны. Одни тратили слишком много топлива, другие ходили медленно, третьим не хватало мощности. Конечно, создатели паровозов рассчитывали все показатели заранее, но подтвердить их на практике не могли. До тех пор, пока на юго-западной железной дороге не открылась паровозная испытательная станция, ученого-новатора Александра Бородина. Александр Бородин увлекся техникой еще в гимназии. Высшее образование получил сразу в двух ведущих вузах — Петербургском технологическом и в Институте инженеров путей сообщения. Уже в 26 лет Бородин стал заведующим подвижным составом и водоснабжением Ряжско-Вязьминской железной дороги. Через два года, в 1874-м, был назначен на должность управляющего, а затем начал руководить юго-западными железными дорогами. Коллеги искренне восхищались им, ведь при Бородине поезда стали ходить четко по расписанию. При всей принципиальности и строгости это был человек очень отзывчивый к рабочим. И одна из его заслуг — это то, что на своей юго-западной дороге он очень внимательно следил за условиями труда рабочих мастерских, машинистов, кочегаров, то есть тех, кто непосредственно работал на паровозах. Вот. Казалось бы, ну вот что ему, инженеру, теоретику, исследователю, испытателю было до того, где живет этот слесарь, какой столовой, в каком трактире питается этот машинист? Да никакого. Однако он не мог без этого, потому что он был совестливым, порядочным человеком, интеллигентом с большой буквы. Александр Бородин отказался от административной работы и стал главным инженером службы подвижного состава и тяги. Курируя работу ремонтных мастерских, он получил возможность вносить усовершенствование в паровозы. Александр Парфеневич проводил исследования смазки и топлива, чтобы снизить их расход во время движения, но быстро понял, что нужно тщательно изучить сам локомотив. Тогда, в 1880 году, появилась первая в мире лаборатория инженера Бородина по испытанию паровозов. Хотя он не был никаким крупным чиновником, он всего лишь навсего был тяговиком на юго-западной дороге, но он понимал, что для стационарного испытания техники нужна специальная лаборатория. Со всего мира приезжали специалисты именно побывать в этой лаборатории и посмотреть, как испытывается техника. Паровоз загонялся в ремонтный цех и приподнимался над рельсами. С помощью станков рабочие заставляли его колеса крутиться, имитируя движение по дороге. Это позволяло Бородину собирать данные о работе всех узлов паровоза, чтобы затем увеличить мощность машины или снизить расход топлива. Инженер разработал линейный метод испытания локомотивов. К паровозу цеплялся новаторский динамометрический вагон, который снимал показатели с паровоза во время реального движения. Сегодня подобные испытания проводятся повсеместно, но в конце 19-го столетия их можно было провести только в лаборатории Бородина. Деятельность Бородина повлияла на весь дальнейший процесс паровозостроения и эксплуатации локомотивов, потому что его деятельность способствовала созданию основных положений в области концепции проектирования, эксплуатации и испытаний паровозов, а значит и на развитие паровозостроительных заводов, технологии производства паровозов и так далее. В 1885 году Александр Бородин построил и испытал в лаборатории новый тип паровоза – тандем-компаунд. Так называют паровые машины, в которых пар используется дважды, что позволяет экономить топливо. Быстроходный паровоз Бородина стал первым в мире подобным локомотивом. Ему присвоили литеру «П», что означало «пассажирский». Александр Парфеевич Бородин отстаивал принцип компаунда. По тем временам компаунд давал 20% экономии топлива и экономии пара. Это был самый перспективный способ, который в конце 19 века был принят в Европе и в США, и в России. И в этом смысле Бородин тоже был абсолютно прав. Александр Бородин занимался не только паровозами. Вместе с коллегами он разрабатывал новые типы вагонов, усовершенствовал систему водоснабжения локомотивов, был бессменным председателем съездов инженеров службы тяги и возглавлял отраслевой журнал. За заслуги Бородина русское техническое общество учредило в его честь золотую медаль, которой награждались железнодорожные инженеры. В России инженеры того времени были людьми исключительной порядочности и взыскательности при этом. Тогда было, как в песне, не раздобыть надежной славы, покуда кровь не пролилась. Не раздобудешь ты надежной славы, ничего не сделав примечательного. И учреждение золотой медали Бородина нужно понимать качество тогдашней инженерной школы, чтобы понимать, чего стоит эта награда и чего стоит человек, стоящий за этой наградой. Благодаря Александру Бородину по всему миру начали открываться испытательные лаборатории для подвижного состава. Получили широкое распространение компаунд-паровозы. А у локомотива строения появилась упорядоченная теоретическая база. Она была основана на исследованиях, которые провел русский инженер Бородин. Не зря современники называли его совершенным типом настоящего инженера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова